Деньги – зло? А вот тоже интересный вопрос. Что такое деньги? Ведь и бедные, и богатые пользуются одними и теми же. Ведь нет такого, чтобы одни пользовались какими-то худшего качества, а другие – лучшего. Я не буду сейчас поднимать вопрос разных валют. Ведь и в США, и в Западной Европе люди, пользующиеся местными валютами, делятся и на бедных, и на середняков, и на богатых, как и везде. Всем известно, что существуют социальные барьеры, преодолевая которые человек либо поднимается, либо спускается по социальной лестнице. Отсюда меняется и качество его жизни. Он начинает лучше питаться, жить в лучших условиях, путешествовать, менять машину на новую и более престижную модель. Все это понятно. Меня интересует вопрос того, почему бедный человек ест худшую пищу, живет в худших условиях, оплачивая все это такими же по качеству ассигнациями, как и богатый. Ведь нет такого, что богатый человек расплачивается со всеми, скажем, апельсинами, завоевывая этим мгновенную любовь и авторитет в среде разнообразных продавцов и владельцев фирм, оказывающих многочисленные услуги. В то время как бедный платит за все, например, картофельными очистками, отчего его все ненавидят и стараются по мере возможности всячески избегать с ним контакта. Этого же нет. Вы никогда о таком раскладе вещей не задумывались? И наоборот, бедным нет смысла ненавидеть богатых, ведь деньги, которыми те пользуются, они точно такие же. Никакого отличия. То есть сами по себе деньги нейтральны, как я понимаю. Поэтому тезис о том, что деньги – это зло, не отображает действительность. Возможно, секрет не в качестве одинзнаков, а в качествах их владельцев. А, Ларчик, оказывается, просто открывался. Да, но эту тему я развивать не буду. Сами знаете почему. Понятно, что смысл кроется в их количестве. То, что у одних их больше, чем у других, в сегодняшнем размышлении меня не интересует. Об этом сказано уже достаточно. Что я сегодня для себя выяснил, так это то, что сами деньги – это неплохо и нехорошо. Это я к тому, что денежные потоки не нужно регулировать. Они сами себя регулируют, перетекая от одних к другим, к тем, кому больше надо. Конечно, у человеческой алчности границ нет. Поэтому незаконные методы наживы нужно строго пресекать. Тут появляется вопрос, а где провести границу между законными и незаконными? Это все понятно. Решать и регулировать такого рода задачи – дело государства. Просто в обществе, в моем примере западном, очень сильны тенденции левой направленности. Даже, я бы сказал, ультралевой. То есть марксизм, социализм, коммунизм. Одним словом, все взять и поделить. То, с чем мы в нашей с вами истории уже сталкивались. Интересно, что признаком хорошего тона в этом обществе, даже в благополучных его кругах, является порицание и даже принижение богатства и, естественно, богатых. И, конечно, разговоры о революции или смене образа управления государства в этом государстве ведутся на всех уровнях. Вот этот факт меня тревожит. Как бы в очередной раз общество, теперь уже западное, не допустило трагическую ошибку. Мы-то с вами надежно привиты анти-СССРовской прививкой. Не так ли? А деньги? Пусть будут. Дорогие друзья, ставим лайк, если тема понравилась. Ставим дизлайк, если не понравилась. И подписываемся на канал Александр Бурей, автор рассказов в ВК и на Фейсбуке. Делимся видео, делаем репост.